Новый Infiniti FX, безусловно, один из самых ярких и желанных автомобилей в России. После рестайлинга он стал еще колоритнее. Агрессивность, которую нес дизайн прежнего FX, переросла в прямую угрозу. Водители чувствуют это и стараются уступить дорогу. Сколько мощности нужно современному автомобилю класса люкс? С каждым годом на этот вопрос находятся новые ответы. FX с 5-литровым двигателем развивает 400 л.с. и 500 ньютон-метров. Вася или Баста или Нагара, рэпер из Ростова, которому недавно получил две награды MTV. Где награды? Еще нам не вернули. Еще выбивают наши имена на них. Скоро обещали вернуть. Я знаю, что ты ездишь на кроссовере. Да. Японском. А сегодня мы тебе привезли еще один японский кроссовер. Морда грозная, очень интересная, прикольная морда. И очень красивые фары. И сгибы на капоте. Все достаточно лаконично, четко. Ну, как, в принципе, и у всех японских машин. А сбоку тебе как? Давай, походим. Сбоку, если честно, я не особо увидел отличия от прошлого. Вот это очень круто. Люблю, когда я сделаю металл. У меня на кроссовере точно такие же металлические детали. Багажник. Стандартный, да, багажничек такой кроссоверовский? Ну, да, я бы сказал небольшой. Смотри, ты говоришь, запаска. Все есть. Знаешь, что за хрень? Нет. Ставишь 5-е колесо с этой штукой, можно летать. Ну, где-то до полуметра над землей. Да ладно. Ну, вру, конечно. Это сабвуфер. Не, серьезно, что ли? Абсолютно серьезно. Сабвуфер, он, видишь, базе написано. Да он так стилизован, что ли? Ну, да, он специально, чтобы сэкономить место. Его сделали круглым, мы упаковали в колесо. Вообще скандал. Шторка тоже забавная. Знаешь, у нас сделано, видишь, как бы закрывается стекло, но она опускается потом. То есть ты когда, соответственно, стекло... Тебе надо все время натягивать, да? Как и ожидалось, салон роскошен. Тем не менее, ему не хватает индивидуальности. Он в точности повторяет интерьеры всех моделей Infiniti. А схожие элементы можно увидеть даже в более дешевой Nissan Tiano. Впрочем, это не умаляет высокого уровня комфорта, который предоставляет большой кроссовер. Задим сиденья, удобно сидеть даже с шапкой, с бубоном. Вон мне не утыкается. По внешнему виду машина кажется маленькой, миниатюрной. Но это впечатление обманчивое. Внутри она просторная. Здесь у нас... Нет, вот за эту штучку. Можно сюда еще что-то убрать. Даже довольно много всего можно убрать туда. Удобно. Здесь есть дисплей. То есть можно ехать и смотреть, да? Можно ехать и смотреть, да? Можно ехать и смотреть DVD. Я бы все-таки ездил на такой машине. Я бы купил себе, конечно, такую машину. Не имеет смысл прокатиться за рулем. Было бы чертовски неплохо. Для меня, как для любого водителя, в первую очередь важно комфорт на водительском месте. FX50 – источник повышенной опасности. Даже высокие технологии не могут скрыть ту ярость, с которой он выстреливает с места. Разгон до сотни занимает менее 6 секунд. Примерно столько же может понадобиться, чтобы остановить двухтонный кроссовер на чуть скользкой дороге. Поэтому темпераментным водителям лучше не отправлять педаль газа в пол. По крайней мере, в первое время. Не каждый может адекватно оценить потенциал мотора и свои силы. Попробуем активную езду. Прочекаем нашу автозвезду. Тем не менее, инженеры «Инфинити» сделали многое, чтобы обуздать бьющую через край мощь. Все мыслимые электронные ассистенты, включая умную систему полного привода и электронную блокировку межсистевого дифференциала, помогут удержаться на дороге и вовремя затормозить. Но законы физики не отменишь. Хорошая машина. Уверенно чувствует себя на дороге. Не обращая внимания на легкий гололед и такую тревожную езду гаража. Держит очень хорошо скорость. С такой игривой пробуксовочкой. Звереныш. С гигантскими дисками 21-го радиуса и низкопрофильной резиной кроссовер достаточно жестко переваривает неровности дороги. У грунтовки FX может ехать быстро. 18-сантиметровый клиренс, казалось бы, немал. Но опасения вызывает юбка переднего бампера с противотуманными фарами. Стихия FX – это асфальт. Его и кроссовером можно назвать лишь за высокую посадку и полный привод. Пятилитровый FX – это большой спорткар, который не только многое дает, но и многое требует от водителя. Для повседневной езды большинству лучше подает аналог с мотором 3.5. Продолжение следует...